Ставить венок, склонить голову и коротким молчанием у мемориала отдать дань памяти подвигу погибшим в годы Великой Отечественной. Без этого церемониала не обходится ни один визит иностранных делегаций высокого уровня в нашу страну. А для россиян это, конечно, не просто традиция, общая история. И абсолютно понятное желание развивать межгосударственные отношения. Наше двустороннее сотрудничество носит взаимодополняющий характер. Беларусь экспортирует предметы технического назначения, продукцию, перерабатывающую промышленности. От вас мы получаем нефтехимию, металлургию. Для обеспечения потребностей соответствующих отраслей вашей экономики Беларусь готова расширить номенклатуру, увеличить объемы поставок необходимой промышленной продукции. Республика Башкортостан 27-й по площади субъект Российской Федерации. Седьмой по численности регион России, чуть больше 4 миллионов человек и один из крупнейших промышленных центров страны. Край славится своими лесами, которые на 80% состоят из дикорастущей лип. Местный мед здесь превратился в бренд, а главный город Уфа носит статус медовой столицы России. Мы уже более пяти лет сотрудничаем с этим удивительным народом, Башкортостаном. И что самое удивительное, что на протяжении пяти лет они с детства у нас в Беларуси такую медовую лихорадку заразили нас в Беларуси, в хорошем смысле это слово. И ежегодно они привозят сюда огромное количество меда. И все же главное, что обеспечивает региону финансовое благополучие, полезные ископаемые. Башкортостан, седьмой по добыче нефти в России, первый по объемам ее переработки. В регионе производят почти все, что нужно для тяжелой промышленности. Вернее, почти все. В Беларусь башкиры приехали за техникой. Пока покупают в год только тракторов 800 единиц, но хотят открыть сборочные производства. Мы покупаем огромное количество техники, производимой в Республике Беларусь. Мы очень рады, мы горды тем, что в Республике Беларусь сегодня именно такая высокоэффективная, высококачественная, конкурентоспособная техника производится. И вот сегодня достигли соглашения о том, что будем сборку делать зерноуборочный комбайн. Сегодня у нас собираются ваши маленькие тракторы Аминского тракторного завода. У нас ведется сборка кормо-уборочной техники Гомельского завода. То, что у Минска и Уфы действительно не только успешный торговый потенциал. В прошлом году наторговали на полтора миллиарда долларов, но и большой опыт промышленной кооперации, подтвердил Рустем Хамитов. Утром президент Башкортостана побывал на Белкоммунмашем. В части создания совместного производства, и вы уже об этом сказали, о совместных продуктах, да, и мы такой продукт вот в виде электротранспорта могли бы совместно выпускать. Развивается наше отношение в части машиностроительного комплекса. Мы уже выпускаем по вашей лицензии, с вашей помощью небольшие трактора «Беларусь-320» и модификации этих тракторов. Они пользуются хорошим спросом, хорошей популярностью у них. И на базе Башсельхозтехники совместно с Гомсельмашем организовано сборочное производство прицепных жаток. Кроме того, мы приняли решение еще открыть одно сборочное производство. Это Мозырский машиностроительный завод. Мы там будем собирать трактора на гусеничном ходу. Безусловно, мы понимаем эту ситуацию и, на мой взгляд, нам больше надо уделять внимание только локализации. Потому что металл российский, зачастую мы теряем на логистике. Везем сюда металл, некоторые вещи изготавливаем комплектующие, везем обратно. И, на мой взгляд, совместные предприятия, они были бы более эффективными. И наша продукция совместная была бы более конкурентоспособной. И мы заинтересованы в этом, и будем работать. И Лукашенко, и Хамитов согласились, одного товарообмена мало. Страны должны активнее участвовать в госпрограммах друг друга и в социально-гуманитарной сфере, и в сельском хозяйстве. Стороны обсудили все возможные направления для сотрудничества. Но разговор вышел за рамки лишь белорусско-башкирских отношений. Речь зашла о приватизации белорусских предприятий, возможности введения единой валюты на территории союзного государства, слияния автогигантов МАЗа и КАМАЗа. Высказывания по этим вопросам президента Лукашенко можно расценивать как прямой ответ на вчерашнее интервью одному из информационных агентств, чрезвычайному полномочного посла России в Беларуси Александра Сурикова. Обе стороны демонстрировут готовность договариваться, следует ли в этом ключе ждать возобновления переговоров о конституционном акте единой валюте. Надо возвращаться и к вопросу введения единой валюты. Второго кризиса белорусская система не переживет. Если мы захотим, то будут работать валюты и у нас, и у вас. Мы найдем возможность, мы умные люди. И то, что у нас нет российского рубля сегодня, это не катастрофа. Катастрофа не в этом. Мы хотим иметь с Россией такие отношения, как у нас с вами. И как бы ни было сложно и трудно, мы все равно вернемся к тесной этой интеграции. Может быть, она будет умнее, чем в Советском Союзе, но она будет, я об этом говорю неустанно. Но если мы не будем наступать друг другу на горло и не будем требовать сегодня вопросов, которые еще не стоят в повестке дня. Торопить время нельзя сегодня. У нас с Россией то проблем особых не будет. Но Россия и Беларусь это мало. Сегодня надо думать и о других республиках. Кстати, об этом мы говорили с президентом России недавно. Почему же белорусские власти не идут по пути нормальной приватизации? Потому что политика путается с экономикой в данной ситуации. Вот и прикрывается красивыми словами. Народная и так далее. Не важно, кто купит белорусские предприятия. Россияне, американцы. Надо решаться на приватизацию. Мы не с луны свалились и не какие-то там марсиане. Мы знаем, что такое конкуренция, что такое рынок. Но мы не хотим повторить, открыто говорю, приватизацию по российскому варианту. Думаю, и вы не сторонник этого. Мы знаем эту приватизацию. Мы ее начинали точно так, как вы, копируя законы, которые в свое время принимались. В 90-х годах. И только благодаря тому, что у нас пошли президентские выборы, конституцию поменяли, мы эту приватизацию приостановили, когда уже все предприятия были расписаны. Петров, Сидоров, Иванов. Вот это твое, это мое, это мое. И все бесплатно. И потом народу бы объясняли, откуда это все взяло. Я на этом поставил крест. И мы сегодня проводим приватизацию. За столом договариваемся. Вот условия. Они понятны для всех. Цена предприятия. Если вас не устраивает, так вы не приходите вести переговоры. Мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь. И если сегодня МАЗ, КАМАЗ не могут защитить свой рынок, так зачем такие вообще предприятия? Если мы им помочь не можем. Поэтому приватизация в Беларуси будет, но это наша приватизация. Это мы будем решать, что нам приватизировать и когда. И самое главное, по какой цене и на каких условиях. Переговоры между МАЗом и КАМАЗом идут долго и нерезультативно. В связи с этим КАМАЗ настаивает на 51% акций. Белорусская сторона против передачи контрольного пакета. Есть ли перспективы у этих переговоров? Не очень понятны опасения белорусской стороны. У меня же есть опасения, что и МАЗ, и КАМАЗ будут выжаты со всех рынков китайскими компаниями. Если белорусская сторона уйдет со своим МАЗом в сторону, у нее появятся проблемы еще быстрее, чем с другими конкурентами. У нас состоялся разговор на эту тему с президентом России. Договорились, если мы объединяем активы, значит в общей компании, 50 на 50, соответствующее управление. Но руководство, видите ли, не устраивает корпорации той, что вот 50 на 50, и надо контрольный пакет акций. И дороговато белорусы просят. Ну хорошо, если дорого, тогда не надо соглашаться на нее. Давайте будем работать. МАЗ сегодня нисколько не хуже КАМАЗа. Нисколько. С удовольствием его покупают. И не только в республиках СНГ, но и в России с удовольствием берут. Я не хочу говорить о том, что мы нацелены на конкуренцию с КАМАЗом. Ни в коем случае. Зачем нам конкурировать? Всем места хватит. Если на то пошло, давайте поделим наши рынки. Но если вы вступили в ВТО, и у вас позиция поменялась, то мы договаривались, что единое экономическое пространство – это святое. Все остальное производно. Если мы начинаем терять с вашим вступлением в ВТО, вы должны подумать о том, как нас поддержать. Вот в чем вопрос. То есть должно быть порядочно все. В противном случае мы разрушим нормальный экономический и даже политический процесс, который начался после выборов, после избрания Владимира Владимировича Путина, который немало об этом говорил. У нас-то как раз в этом плане все отлично. И я говорю, что если есть партнер, вот схожий там на Западе, то преимущество всегда будет иметь Беларусь. Всегда. Потому что мы говорим на одном языке. Менталитет один. В одной стране мы родились и выросли. Одни книжки читали, одни песни пели. И сейчас читаем. Что еще нам нужно для того, чтобы более близко работать? Только это. Вот моя внутренняя установка такая, Александр Вилович, и даже нисколько не сомневайтесь, что в республике Башкорстан будет обеспечен равный, паритетный и такой товарищеский, дружеский даже подход к развитию экономики. Более подробно о новых проектах говорили в правительстве и торгово-промышленной палате, где собрались башкировские и белорусские бизнесмены. Многие из участников встречи давно знают друг друга. Вместе ведут дела и сегодня хорошая возможность привлечь к проектам новых партнеров. Тем более, что ездить в гости скоро станет проще. Минск и Уфа собираются открыть прямое авиасообщение, которое с нетерпением ждут более 12 тысяч белорусов, постоянно проживающих в Башкортостане.